Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Пшанцева Мария Викторовна, преподаватель по классу скрипки в музыкальной школе номер 6. Здравствуйте! Здравствуйте! Мария Викторовна, вы активно занимаетесь поиском музыки, прародителя скрипки. Как пришла такая идея, что это за музыкальный инструмент? Подтолкнули дети. Мы начали собирать деток в ансамбль, чтобы сократить отток ребяток из школы, чтобы им было интересно. Детям, как правило, очень нравится играть вместе, и когда младшие и старшие знакомятся, это просто здорово. После первого года дети говорят, а мы хотим что-то необычное. А можно нам? Я даю им послушать одну песню, с другой – нет, нам не нравится. И тут я вспомнила про то, что у меня есть замечательный знакомый фольклорист Софья Ахромова из Петербурга. Я попросила ее, Сонечка, а нельзя ли нам какую-нибудь интересную пьесочку, легенькую-легенькую, чтобы и первый класс смог сыграть, и третий, и четвертый, и всем было интересно. Она сказала, да, конечно. У меня как раз есть переложение для вас. И детям очень понравилось. Они сказали, мы хотим играть такую музыку, нам нравится. А что это за инструмент, прородитель скрипки, как он выглядел, как он называется? Это гудок. Называли скрипель, скрипица. То есть название русское пришло скрипке вот именно оттуда. Выглядел почти так же, играли точно так же с мычком. Единственное, было три струны, но настроены были точно так же, как и на скрипке. Считается даже, что именно наш гудок был прародителем вот этого настоящего уже академического красивого инструмента. В чем отличие музыки, которая исполнялась на гудке, в отличие от современной, наверное, скрипичной, извлекаемой музыки? Ну, современная музыка скрипичная, она считается академической. Естественно, скрипка существует и в рок, и в поп, и в различных апостасях, но мы используем академические приемы звукоизвлечения и приемы постановки пальцев. А народная скрипка отличается, может быть, чуть более бедным смычком, владением смычком, чуть-чуть более ограниченным звукорядом, потому что переходов народная скрипка не знала, мы не владеем. На тот момент люди не владели всем грифом, как сейчас. То есть академическая скрипка, она более технически развита. Ну, народная более интересна по интонациям, по тембрам, которые предлагают нам народные скрипачи, и той необычности музыки, которую можно играть. А был ли гриф на гудке, и как вообще он выглядел, как можно его описать, чтобы представить? Гудок, он был примерно вот такой же, как скрипка по размеру. Есть две формы гудка, одна вертикальная, то есть его ставили на колено, вторая горизонтальная. И на такого гудкиста можно посмотреть на фрески Софийского собора, киевского. Гудок похож на рыбку. Грифа вот в прямом таком понимании, конечно, не было, в нем не было необходимости. Играли только в первой позиции, музыка ограничивалась натуральным звукорядом. Вы говорите, детям понравилось исполнять музыку со старого гудка. Как много произведений сейчас они знают, как много произведений играет ваш ансамбль? Ну, знаете, несмотря на то, что пьесы легкие, в любом понимании, они технически несложные, и дети теоретически готовы их воспринимать, у нас оказалось достаточно много затруднений. Интонации непривычные, почему-то для них были странны некоторые обороты мелодические. Поэтому пока мы выучиваем второе произведение, на самом деле в планах сделать три, свадебный цикл. Это три пьесы. Величание жениха. Она существует как инструментальная, так и вокальная. Чисто инструментальная пьеса, которая сопровождала момент, когда невесту заводили уже за свадебный стол после венчания. И третья пьеса – это свадебный марш. Откуда удается найти эту музыку про родителя скрипки? Сохранились какие-то записи, сохранилась нотная стана или откуда? Мы можем, в принципе, находить только в фонограмм-архиве и в некоторых изданиях фольклорных экспедиций. На самом деле, вот слово «фольклор», оно с чем сразу ассоциируется? Песня. Поэтому в основном фольклорными экспедициями занимаются вокалисты, народные певцы. Они собирают песни, какие-то записи и, так называемые, еще под язык. Когда исполнитель поет, но при этом произносит не слова, а какой-то слог. Считается, что это как раз и есть инструментальное сопровождение, которое должно было сопровождать песню. Поэтому мы можем слушать их и записывать потом нотами. Нотных источников, разумеется, не дошло. Раньше существовали экспедиции, которые вместе с вокальными образцами записывали инструментальные. В Южных губерниях скрипка была очень развита. Казачество, даже Белгородская область сохранились. Даже до сих пор, я надеюсь, что есть еще старики, старухи, которые играют на скрипке и сохранили вот это вот наше исконное наследие. То есть все передавалось, опять же, из поколения в поколение с рук. Сейчас в партиях ГУК вам помогает ваша знакомая фольклористка или где-то еще в каких-то архивах, библиотеках? На самом деле в Рязани мало, к сожалению, возможностей куда-то обратиться. Это в основном Москва и Петербург, самые крупные центры фольклористики. Поэтому, да, с Софией мы работаем именно над тем, чтобы создать сейчас сборник для ансамблей, для малышей, для ансамблей взрослых, для сборник сольных произведений, для скрипта. То есть собрать и как-то систематизировать весь материал. Она для нас пока делает все. Вся наша программа идет от нее. Где-то можно услышать эту музыку в исполнении вашего ансамбля? Пока нет. Мы сейчас, мы молодые, мы начинающие, мы готовимся только второй год. В следующем году, надеюсь, нам удастся выступить на Есенинской Руси. Со всеми тремя произведениями? Надеюсь, что да. А можно услышать вот это старинное произведение, которое вы исполняете, которое вы репетируете? Да, конечно. Эта пьеса называется «Как во нынешнем прошедшем». И взята она из архива Пьянковой. То есть сейчас мы услышим музыку прошлого, музыку, наверное, 12 века, но грубо говоря. Ну, по крайней мере, древнюю, это точно. Субтитры делал DimaTorzok Очень здорово. А вот можно вас попросить для сравнения, если можно, конечно, сыграть какую-то современную музыку, чтобы сравнить вот так вот на звучании. То есть, может быть, какой-то отрывок акадинемического или народного. В частности, например, эту пьесу мы будем играть в Смоленске как раз на фестивале. Это Павана Фаре. И отличается, безусловно, приемом самым началом звука и очень активным использованием вибратора. То есть, раскачиванием, грубо говоря, ноты, деланием, приближением звука к человеческому голосу. Однородные скрипачи такого приема не знали и не использовали ни в коем мере. Поэтому звук, получается, может быть, немножко грубоватый. Однако в этом есть своя прелесть. Очень здорово звучит, очень разнообразно, очень различно. Спасибо. А немножко про ваш ансамбль. Сколько там человек, какого они возраста и какие там инструменты? Наш ансамбль чисто скрипичный. У нас нет даже фортепиано. Мы изгнали фортепиано из своих рядов. Возможно, когда-нибудь добавим гусли. Это же русский народный инструмент. Это будет очень красиво. Он очень хорошо сочетается со скрипкой по тембру. У нас в ансамблике 10 человек. От 6 по 1 класс. Первоклассники тоже есть. Им это интересно. И мне кажется, это даже немножко стимулирует их заниматься и стремиться быть такими же, как шестиклассники. Почему только скрипки? Не сложно ли это? И если сложно, то какие трудности возникают? Трудности на скрипке и на гудке всегда одинаковая эта интонация. То есть правильно поставить на нужное место палец. У нас, как видите, нет ладов. На гудке их тоже не было. Но мы стараемся это успешно решать. Дети все со слухом. Дети слышат друг друга. Они стараются тянуться и добиваться вот именно того, что не получается. Можно ли услышать ваш ансамбль? Выступаете ли вы где-то, ну, просто со своими произведениями? Да, мы выступаем на конкурсах. В этом году у нас был конкурс в Декапрёкский «Цветик-семицветик». Это был наш дебют. Ансамбль существует только второй год. Дебют был для меня успешный. На мой взгляд, мы получили дипломанта конкурса. Для моих детей это было вообще что-то. Большая сцена, много людей. Им все хлопали. Им дали диплом большой и красивый. Для них это было очень важно. И, конечно, они стараются выступать как можно больше. Скоро у нас будет выступление в библиотеке имени Горького. Мы выступаем постоянно на всех концертах, которые проводит наша школа музыкальная. Как внутри школы. Выступаем для родителей. Выступаем на тех мероприятиях, куда нас позовут. Скрипичный ансамбль – это ведь не единственный ансамбль под вашим руководством. Есть еще один, расскажите о нем. Да, я руковожу еще ансамблем, камерным ансамблем «Пицциката». Мы располагаемся при РЕСГМУ. Основу составляют студенты. Студенты разных национальностей, потому что РЕСГМУ у нас Международный университет. Здесь мы тоже планируем попробовать играть русскую народную музыку. В этом ансамбле у нас есть гусли, у нас есть фортепиано, бас-гитара и достаточно много скрипок. А сколько там людей и есть ли сложности? То есть одно дело – это разные музыкальные инструменты сыграть между собой. Здесь люди разных национальностей, им сыграться. Да, но кроме того, они еще и медики. Они очень много времени посвящают овладению основной профессией. Поэтому, да, сложности, конечно, здесь бывают. Разные национальности – это разные школы. То есть разные приемы звукоизвлечения, разное понимание вообще того, какая должна быть музыка. Ну, мы очень дружны, и мы всегда вместе. А сколько там человек? 16. А ПЦК-то уже выступала где-то, или пока все это только репетиции и подготовка? Вообще оркестр вот этот существует четвертый год. Я работаю там третий год. Студенты сами организовали, а потом попросили руководства найти им человека, который бы помогал и делал бы с ними программу. Мы очень успешно выступаем на фестивалях международных студентов, медиков и медицинских работников. Первый наш фестиваль прошел в Рязани, 12-й. Мы получили первое место. Второй наш фестиваль прошел в Ярославле. Это 13-й, соответственно, фестиваль. Там мы заняли третье место. И вот мы готовимся сейчас к фестивалю в Смоленске. Каких успехов вообще добивались ваши ансамбли, и вы в частности? Для меня вообще руководство ансамблем всегда было большой мечтой заветной. С детства, как только я первый раз попала в камерный оркестр в музыкальной школе, я поняла, что я хочу быть дирижером. Я хочу рассказывать людям о том, как прекрасна музыка, и помогать им исполнить. Пока мои взрослые ребята меня очень радуют. У нас все шансы получить первое место и в Смоленске. Мы обещаем нашему возрасту, не построим его честь. А у малышей это более перспективное, конечно, дело, потому что они маленькие, они только развиваются, они только учатся вот это все понимать, и они более непосредственные. И да, я тоже надеюсь, что Есеницкая Русь будет для нас, хотя и очень быстрым, резким, но стартом. Были какие-то выездные конкурсы, то есть кроме перечисленных, какие-то дальние города, дальние регионы? Нет, пока больше не было, мы только начинаем. А планируете ли останавливаться на гудке, или есть планы на другие народные старинные музыкальные инструменты? Пока других планов нет, потому что мои дети загорелись идеей сделать гудок самим. Идеей выступила девочка из третьего класса, которая сказала, я хочу играть на такой скрипке, мне вот такая не нужна, дайте мне вот эту. Мне она больше нравится. Сейчас мы сушим дерево, еще несколько лет оно будет сушиться, потом мы попробуем силами родителей детей сделать из него гудок, ну а дальше будет видно. Может быть, они захотят чего-то нового и заставят меня двигаться дальше. А какая технология изготовления гудка? Вот сушка дерева, какое нужно дерево, сколько лет, то есть ни дней, ни месяцев, а лет, его нужно сушить. Как дальше тут? Вообще-то существуют сейчас мастера, которые изготавливают как старинные гудки вертикальные, так и горизонтальные. Горизонтальные очень красивы, но, правда, они напоминают больше эрбек, то есть другой музыкальный инструмент. Близкие, тоже близкие скрипки, считающиеся ее родственником. Мы попросили знакомых привезти нам такой большой чурбачок, ну, какой уж попадется дерево. Главное, чтобы он был достаточно толстый и 50 сантиметров. Потом силами родителей мы его высушим сначала, потом разрубим, а дальше будем уже из него пытаться сделать гудок по той технологии, которую предложил нам смоленский мастер. И потом будет уже следующая сложность, это обучиться играть на нем, как вам, так и детям, или как? Я думаю, что дети быстрее меня схватят. Это особенности этого инструмента. Они же дети, у них хорошие руки, у них хорошие светлые головы. Это наше будущее, они замечательные, они делают все быстрее нас. Мария Викторовна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.